Карина Мамедова Привет! Говори уже привет! Тебе слышно! Здравствуйте! И ее мама Надежда Мамедова. Здравствуйте! Здравствуйте, милые дамы! Вань, ну давай сначала поздравим. Так, вы, если ошибаюсь, взяли гран-при на всероссийском конкурсе. Да, и на Дальневосточном тоже. Ну давайте по порядку, я сразу расскажу. Вань, смотри, значит, Карина совсем... Я с ней знаком, они в Хабаровске проходили наш Дальневосточный этап, и я конкурс этот ввел. Какого конкурса? Название? Называется он еще раз конкурс... Принцесса Дальнего Востока. Сестра принцессы Дальнего Востока. Да. Правильно? Там выиграла. Принцесса России. Ну а сначала принцесса Дальнего Востока. Карина поехала в Москву и всех выиграла на конкурсе. Но он только называется... Дарик, мужи, это... Прям... Какое место? Первое место. Ну так ты всех выиграла, получается? Она взяла гран-при в своей возрастной категории. Обалдеть. А давайте, Жень, покажи нам, пожалуйста, любительскую съемочку, которую мама Надежда привезла из Москвы. Давайте покажем. Вот это, значит, маленькая Карина. Это ты? Это ты в красном? Я. Да. Это что за конкурс такой? Расскажи, что ты делала? Народный костюм. Ты показывала костюм. В конце. В конце. То есть это называется дефиле у вас, правильно, Карина? Это выход в народных костюмах. Вот, а потом, а это... Вот это Лиза моя. А Лиза твоя, это кто? Подружка. Да, это мы уже там перезнакомились, это девочка, которая выводила ее. Ага. Нравится, у Карина уже с детства, знаешь, как девочки обращаются. Это Лиза моя. Ой, со всей России уже. Обалдеть. Там еще у нас есть подруга? Ну, конечно, а чья же еще? Не моя же, да? А, это что такое? Творческий номер. Это, я знаю, что это ты. Это ты исполняешь песню какую-то. Ты поешь вообще, да? Да, это песня нашего собственного сочинения. Мы записывали ее в студии. Обалдеть. И это уже, я так понимаю, что награждение. Да. Правильно? И ты занимаешь, Карина, первое место. Красиво как. А ты ожидала, что ты занимаешь? Не первое, а гран-при. Гран-при. Надо. Просто сейчас, Карина сказала, я заняла первое место. Вот. Я знаю, что гран-при. То есть ты, получается, всех выиграла, и ты самая главная победительница. Так? Да. Такая спокойная. Такая скромная. Я всех выиграла. Надежда, ну давайте тогда теперь рассказываем, как это все было. Я правильно понимаю? Вы недавно в модельном бизнесе, как говорится, вы, потому что вы вместе всей семьей этим занимаетесь. Я ее шею репетировала. Два слова запомнила. Два слова? Какие два слова? Какие? Можно их в эфире сказать, Карин? Ну да. Ну давай. Ну хватит нервничать. Карина разнервничалась. И сколько ты уже ходишь? Скажи, в театр моды, правильно называется? Да. В 14-15 минут. В Дальневосточный театр моды мы ходим два года. В 14-15. Мы ее практически, наверное, с годовалого возраста снимали, выкладывали в тикток. Она в тиктоке была миллионником. Она сейчас думает, что она в тиктоке, потому что параллельно с вами что-то снимает. Она смотрит на камеру. Она танцует, видела. Тебе это все нравится, да? Да. Ну это ее какая-то вот стихия, но мы больше нацелены на актерское, потому что вот модельно немножко не наша история. Ну мы ходим, все это взаимосвязано. Ну она сама. Карина, а ты что как? Тебе нравится быть моделью? Да. Немного не наша история? Да. А что тебе больше всего нравится? Москва. Неправильный ответ, Каринская. Это правильный ответ. Реальный женщина. Что тебе больше всего нравится? Москва. Сразу же, да? А почему Москва нравится тебе? Чем она тебе понравилась? Я люблю. Там я очень хочешь диск на Лэнс. Ааа, все понятно. И ганусели. Вот так вот. Вот где и мороженого там много. Ну они есть и здесь. Ага, слушайте, Надежда, ну честно, конкурсы красоты среди детей, вы же знаете, что много вот, ну, такого, наверное, негативного вокруг них крутится. Вы изнутри это все увидели. Как это на самом деле? Потому что вот это все куплено. Как же можно оценить красоту детей? Вот ваше мнение по этому поводу. Хочется узнать. Пригласили нас через соцсети. Вот. Как мы попали, в принципе, на конкурс. Прежде чем идти, я открыла в Ютубе видео и говорю, Карина, посмотри, смотри, детки участвуют. Пойдешь? Да, пойдешь. Это было ее желание. Изначально. Я изначально вот за то, чтобы это было желание ребенка. Вот. Потому что насмотрелся я на конкурсе много, в том числе и слез. Вот. Дети плачут, мамы где-то там потряхивают за уголком. Вот. Поэтому немножко мне непонятно это дело. То есть было такое даже, что увидели негативно, да? Да, да, да. Ну, немножко я не понимаю, зачем тащить ребенка на такой конкурс красоты, если он истерит. А как у вас вот все, если вот Карина бывала такой, что капризничает? Ну, то есть она устала. У меня просто маленькая дочь, я понимаю, что, например, когда закончился концерт, она устала. Она капризничает. Я где-то даже поражаюсь силой, наверное, Кариной. Вот. Как бы не все большие дети вот это все вывозят. Но она, наверное, привыкшая, я не знаю, быть где-то за кулисами вот во всей вот этой вот движухе и ей все нравится. Смотрите, покажите Карину, пожалуйста. Карина сейчас свое какое-то ток-шоу. Да. Класс. То есть ты, смотри, Карина, приходят люди сюда и боятся, говорят, здесь страшно. Как тебе здесь у нас? Супер. Нормально. Вообще, вот, вот, уважаемые гости, вы говорите. В этом вся Карина. Супер, как это страшно. Смотрите, сидит ребенок, и она говорит, как, супер, мне все нравится. Слушай, Карина, а вот твои любимые занятия вообще, в целом, чем тебе нравится заниматься? Потому что я понимаю, что ты не только модель. Расскажи про себя. Мне нравится волокие макияжа и фотоферин. Фотографирование? Да. А вот давайте покажем Каринины фотки. Жень, покажи, у нас есть, ты уже настоящая, правда, модель. Вот. Это, судя по всему, фотки с творческого конкурса. Я? Да, мы догадались, что это ты. Костюмы, конечно, надежда шикарная. Где вы их брали? Мне всегда это очень интересно. Не сами шили? Это же не вы шили ночью. Нет, нет, нет. Вот это вот, кстати, платье голубое Наталья с лук от низа, что ей большое спасибо расшивала его, украшала вот стразами. Это мы заказывали специально тоже для Карины, шили, но немножко не в нашей стране, с Китая. Это мы с Комсомольска заказывали вот это вот платье в дресс. Поэтому подготовочка такая, занимательная. Ну а вот принцесса Дальнего Востока, у вас за плечами еще и это звание, и тебе меньше понравилось быть принцессой Дальнего Востока, чем королевой Москве? Понравилось? Да. А что вы там делали? Тоже было дефиле, тоже фотографировали. Все, все, я поняла. Карин, как Москва вообще? Покушала вкусно там, наверное. Супер, супер. Все, я поняла. Вообще у девочек здесь в Хабаровске тоже у них было несколько этапов, буквально первое визи. Ну, конечно, не только Москва, но и Хабалокс. Да-да, давай я тебя подержу. Была визи, где они выходили просто по очереди, красовались. То есть ты видел Карину на сцене? Да, мы с ней уже знаем. Она же меня узнала, говорит, привет, я тебя помню. А вот получается, что... Помнишь меня, Карина? Вань, ты видел Карину на сцене, вот непосредственно. Она так себя и ведет спокойно. Ну, конечно, я видела, как она. Да, она поражает Карина. Слушай, ну, мне кажется, Карина стала чуть пораскрепощеннее после Москва, конечно. Ну, мне кажется, она повзрослела на пару лет. Там вот три этапа, еще раз, визитка, творческий конкурс и еще был момент, красивый череплатит. Ой, да я не знаю, что ты умеешь танцевать. И Карина вышла со всей своей семьей, все вышли на сцену. Вы тоже участвовали? Да, и Пикачу там. Она была Пикачу, там вся банда. Мы многодетная семья, и мы все участвовали. Пикачу был, папа был Пикачу? Нет. Кто там был? Нет, родственник. Родственник был Пикачу. По даме Евы. Там, в общем, вышло 5, 6, 16 человек, они все танцевали. Дядя Андрей. А? Дядя Андрей. Андрей. Дядя Андрей, привет вам тоже большой. В общем, да, у них крутая семья. А я была Вензда. И они тоже заворажили абсолютно всех в зале. Я же Вензда и уже стала. Ты Вензда еще стала? Мы не узнали, что нашел нас. Вот это сейчас победы. Это победы. Это хорошо. И мы очень рады. И надеемся, что так и будет продолжаться. Но если вдруг будут поражения, как ваша дочь принимает такие моменты? Вы знаете, нам легко участвовать в силу возраста. Потому что на одну ладонь положи мягкую игрушку, на другую корону. Ну и, соответственно, что уберет мой ребенок? Мы немножко, наверное... Игрушку? Конечно. Мы немножко не понимаем еще вот всю суть вот этого всего. Как бы девочки постарше, да, там уже и слезы, и волнение. Они понимают, за что они здесь борются. А мы просто участвуем, приобретаем опыт. Как бы с настроением. Ловим кайф, как говорится. Я вижу, Вань. Там вот видишь настроение. Мне кажется, нам нужно поучиться. Она в Вензда, видишь? Да. Нам нужно поучиться. Верующий прямой эфир, который... У Карины своя тема. Дети за кулисами. Кто лежит, кто сидит, кто делает. Что у Карины там? У Карины больше не Карина, а Вензде. Познакомьтесь, мама, это теперь Вензде Мамедова. Вот теперь у нее... Вензде Мамедова. У нее каждый день новые имена. Я Вензде, а она Карина. А, отлично. А ты Мамедова. Да. Договорились. Какие планы? Нет, она Симпа. Симпа? Мы про планы. Планы у тебя есть, дама? Планы какие у тебя? Планы есть? Симпа попали, Билла. Расскажи, пожалуйста. Планы-то какие-нибудь есть? Что дальше у тебя? Есть! Хабарокс. Ну, вернулись. Остаемся в Хабаровске, да. Ну, а мама, наверное, расскажет. Вы дальше что думаете? Идти на международный конкурс или пока болитесь? Нас пригласили сама Ирина Кирсанова. Это вообще честь для нас. Это организатор московского всероссийского конкурса. Вот она нас пригласила на международный конкурс в Грузию. Но мы пока не можем. У нас планы немножко на январь. Другие не позволяют. У нас планы или пока вы все-таки переживаете, думаете, что... Мы вообще... Нет, мы за любое участие. Единственное, там мне нужно посетить больницу, как связана тема со здоровьем. Поэтому мы на январь не можем полететь. Ну, понятно. Да. Мы вам, конечно, желаем успехов. А, кстати, корона вот эта, она непосредственно из какого конкурса? Это всероссийского, да. А, все, понятно. Мне понравилась Москва, оттуда я и привезла корону. Кому-то, может быть, вам хочется спасибо сказать за происходящее и за то, что вам в этом помогает. Хорошо. А, первым делом хочется сказать Дальневосточному театру моды за воспитание. Хочется выразить огромную благодарность Анне Карпусь за то, что взяла нашу малышку в трехлетнем возрасте, разглядела, так сказать, ее, потому что школа детей принимает с четырех лет. Ну, и хочется сказать организаторам конкурса Дарьи, нашего дальневосточного конкурса, и Ирине Московского, вот. Да и всем ребятам, которые принимали участие в подготовке Карины конкурса. Карины, своя волна, можно было мамой не звать. Мы скидем вместе, садим просто своя волна, мы все с ней. Да, станцуем все на прощание. А я тут не знаю, Карины ходят, Карины смотрят на Ваню, мы тут с Надеждой, так что, что-то. А у меня скидный контакт. А Ваня играет в Венстей. Ну, да, Ваня, вот теперь я в Венстей, да? Да. Ваня. Ваня, 20 раз на день переодеваются, это все привычное. Девочка, ну девочка, пусть вы. Отлично, мы поняли. Сейчас мы поменяем название, вот там у нас титр был другой совершенно. Девочки, я вам желаю успехов. Спасибо большое. Мы надеемся, что дальше будут победы. А если проигрыш, то, наверное, вы будете воспринимать это. Да главное же опыт, опыт бесценен. Дети все меняются после конкурса однозначно. Ну, и даже если будет проигрыш, и она это поймет, есть чему стремиться, знаете ли. А девушка у нас целеустремленная. Ты хотела петь? Давай быстренько. А у нас только музыки нет. Споешь без музыки? Ну, окей. О, может, лучше не надо? Dance, dance, dance. With my hands, hands, hands. Не могу. А может, лучше спой вот эту, эй, красотки, какую ты песню пела? Нет. Все, ладно, споете на следующем конкурсе красоты. Отлично. Прощайся. Наша программа подошла к концу, и я хочу вас поблагодарить сегодня за то, что вы еще раз вместе с нами доказали. Что надо было без музыки. Спасибо, что пригласили. Да, доказали, что жить легко, это возможно, и в этом настроении заканчиваем сегодняшний эфир. Я как мать хочу уже кричать, вырубайте. Все, все, спасибо, до свидания, до встречи на 6. Все, спасибо, до свидания. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok